ребят всем большой привет мы с вами очень давно не виделись в рамках видео эфира да не выходила моя программа ночи после тяжелой недели но не выходил потому что как-то я потерял наверное связь что ли с вами очень много новых людей пришло на канал чему я несказанно рад я благодарю всех тех новых подписчиков которые пришли я рад вас приветствовать вот воочию с вами как говорится мы знакомимся во вторых ну не знаю как-то не было месседжа короче у меня для вас я занимался играми как-то плюс там решал проблем со здоровьем потом с компом дофига короче всего чего произошло как видите у меня многое поменялось в том числе поменялся ракурс у меня до этого компьютер стоял вон там где пальмы видите да и из-за этого все время какая-то тьма тьмущая была то есть не было не меня нормально видно и я все время в каком-то темном углу сидел поэтому я черту переставил компьютера к эркеру и теперь мне прямо окна стоит компьютер стало наверное слишком светло но это лучше чем слишком темно да когда тебя вообще не видно вот поэтому вот пускай сегодня понедельник но пусть будет ночь после тяжелой недели а у нас будет ночь перед тяжелой недели но я надеюсь что у вас она будет не тяжелый желаю чтобы вас эта неделя хорошо прошла и легко а вот сегодня мы с вами пообщаемся наберемся сил как говорится и я озвучу очень много новых новостей которые у меня за это время накопились 1 как вы видели у меня небольшое такое мини изменение на канале произошло это сменилась моя аватарка до канала и эту аватарку делала молодая очень талантливая девушка по имени алина вильсон алин большое тебе спасибо за то что ты сделала эту работу я отдам вам ссылочки на группу алины вконтакте вы можете ее найти по аннотациям где-то здесь вот будет аннотация можете перейти заказать у нее работу она берет совсем вот прям по православному но делает вполне себе прилично мне очень нравится и вообще я наверное все таки переоформлю планку потому что я так подумал сижу если там в этом углу во тьме в какую-то планку мне тоже тьма тьмущая тьма тьмущая и как-то очень депрессивно в принципе человек я по жизни такой ну эмоциональный и светлый наверное не пристал мне вот в такой тьме находиться поэтому буду переоформлять но началась маленького началась вот этой вот аватарки алине огромное спасибо за это следующий ребят новость я вступил в сообщество оно называется survive production ну как вступил то есть я являюсь там модератором или соавтором вообще это сообщество принадлежит известному блогеру по игре айон гладданте может быть вы слышали об этом человеке я лично знал его еще до того как это сообщество попал то есть я видел очень много его видео он давно вообще работает в направлении айона но парень решил развиваться дальше пригласил сначала поэмыча а поэмыч уже предложил пригласить меня и после этого как-то все закрутилось завертелось мои видео выходит там я вас очень прошу если вам не сложно вступите пожалуйста в это сообщество ссылка будет тоже прикреплена коннотации групп вообще-то интересные то есть там и по айону будут выходить видео и мои и поэмыча и другие новые молодые начинающие в том числе авторы будут выкладывать видео то есть это такой будет как ну мини игровой портал что ли но с такой очень лампа в домашней атмосферы потому что там людей немного где-то порядка полторы тысячи стремится к двум туда да и просто люди которые делают то что им нравится они выкладывают и из-за этого мне кажется очень там теплая какая-то атмосфера мне так показалось я так чувствую пожалуйста вступите в эту группу и я думаю вы тоже найдете там для себя что-то вы сможете пообщаться там и со мной и с поэмычем и с гладом и флаффи и да много разных еще людей туда выкладывают свои работы и я думаю что группы не будет для вас вот какой-то мертвый висящий в вашем списке там групп вконтакте во вторых ну я хочу поздороваться со всеми пользователями подписчиками группы survive вконтакте вы меня может быть лично не видели видели только какие-то некоторые мои видео которые я выкладывал в эту группу ребят всем привет привет и вам мне очень нравится в этой группе честно вам скажу может быть потихонечку полигончику мы с вами все вместе разовьемся сделаем эту группу более посещаемый более популярный но мне нравится эта обстановка которая есть только знаете есть одно но мне очень не понравилось но я считаю своим долгом не никто ничего не говорил никто ни о чем меня не просил но я считаю своим долгом поддержать глада данте в той какой-то непонятный ну маленькой но травле которые на него вы объявили то есть человек понимаете делал много лет очень много лет по одной игре видео вы не представляете насколько сложно постоянно находить какие-то темы какие-то мотивы для видео сидеть все это клепать писать сценарии озвучивать монтировать выкладывать свое творчество на общее обозрение и все ради того чтобы кто-то пришел и за одну секунду пернул тебя в комментарии я вот заметил у меня тут преданные хейтеры появляются то есть видео только не успевает выйти еще даже его досмотреть не успевает уже там один два дизлайка но два все время я даже предполагаю кто это может ставить не важно мне абсолютно как бы все равно спасибо большое вы мне помогаете наверх протолкнуть все ваши дизлайки меня тоже проталкивают но за что с гладом то за что вот так поступаете вы понимаете что человек вам служил верой и правдой столько лет а потом как только он решил развиваться дальше мир не стоит на месте жизнь идет и жизни оканчивается одной игрой это не значит он перестанет делать что-то по и он будет обязательно будет делать но просто он решил и других авторов показать он решил и другими проектами каким-то заняться из-за этого вы его тут же распяли вот глад уже не тот я ухожу раньше там было ну идите выход вот там находится на каждого такого ушедшего придет еще 10 новых людей которые заинтересуются не только айоном но заинтересуются другими играми просто за что так с человеком поступать это чистой воды свинство и предательство вот честно по моему вкусу цена таким людям грош если бы мой любимый блогер стал бы делать что-то другое я бы остался на его канале чисто из-за уважения к нему просто из уважения что человек столько лет верой и правдой вам служил и каждый раз что-то новое придумывал это нереально тяжело это просто нереально тяжело сядьте сделайте и вы поймете как это тяжело ну ладно вы так хвостил тех кто этого заслуживает как я считаю остальным ребятам которые приходят в группу или которые есть которым нравится то что она развивается я хочу сказать ребят большое вам спасибо что несмотря на какие-то перемены ко многим переменам мы относимся болезненно порой да несмотря на эти перемены вы остаетесь и даете шанс всегда человеку мне кажется это очень дорогого стоит далее я хочу поблагодарить поэмыча потому что ну мы с ним как-то очень сконтачились за последнее время и этот человек старается как-то мне помогать потому что ну когда-то я в него поверил да там в своих старых видео вы можете найти у меня там где-то в одиночестве онлайн я о нем говорил о том что человек талантливый то что он пойдет и так и есть у него уже там порядка полутора тысяч а может даже ты больше подписчиков то есть ну я чувствовал что он талантливый что он пойдет и так оно и случилось и я несказанно рад тому что у человека все налаживается что у него развивается канал но несмотря на это все он даже как-то меня старается подтолкнуть что ли поддержать помочь мне вот в частности он пригласил меня в свайп продакшн порекомендовал да он бы мог любого другого человека рекомендовать но порекомендовал меня мне это приятно поэмыч спасибо спасибо тебе большое вот я не забываю никогда добро которую людям не делают дальше ли ребят я вам уже говорил да что у меня в планах есть покупка камеры да ну вот у меня сейчас в как бы она стоит более-менее нормально конечно меня видно да лучше чем в том углу но у меня впереди грядет дата да тогда мне 14 февраля и будет день рождения и в качестве подарка себе ну и вам разумеется заодно я все-таки наверно куплю себе хорошую камеру которая будет меня ну нормально как-то снимать чтобы было хорошее качество картинки если я захочу вам выйти в видео формате в таком либо в угловом да когда я что-то комментирую там допустим вот час по гилд ворс 2 гайды по классам я делаю там потому что внутри внизу во тьме какой-то я сижу я не хочу этого абсолютно и будет нормальная картинка супер далее я вам обещал что как только у меня наберется 500 подписчиков я сделаю конкурс цифра потихонечку ползет в эту сторону и как только подписчиков станет 500 я сделаю конкурс и подарок в качестве подарка будет какая-нибудь майка либо толстовка с логотипом канала проект я закажу еще сделаю но как только вас наберется я вам даже но сделаю такой как сказать концептор да в ручном физическом формате я вам вам обязательно продемонстрирую чтобы наглядно видели за что вы будете бороться далее а помните я вам говорил что я сейчас но что я вел переговоры с гриндфм по поводу работы у них таки мы связались с ними и начали общаться и уже все договорились о том что сейчас будем делать эфир пробный да так скажем и что по эфиру мне значит надо сделать часовую программу то есть длительностью 1 час но там в порядке программы разрешается вставить еще три песни потому что тяжело дать час любую информацию воспринимать поэтому какая-нибудь там музычка или поля такое что-то три песни ну отнимаем допустим 10 минут до 50 минут надо чем-то занять эфир и когда сел писать сценарий блин я думал что будет легко мне вот ну о чем так поговорить 50 минут хрен оказалось нелегко абсолютно ребят совершенно нелегко 50 минут написать сценарий на 50 минут о чем-то это же постоянно надо выпускать да ну раз в неделю выпускать этот материал я вас очень прошу подумайте о чем бы вот можно было с вами поговорить или чтобы вам было интересно вы же игроки то есть вы будете слушать это потом в эфире радио и мне бы хотелось чтобы как-то подтолкнули а чтобы вас могло заинтересовать 50 минут более того я абсолютно открыт для общения открыт для диалога если среди вас есть люди связанные с миром компьютерных игр которые могут поддержать со мной диалог в качестве гостя то я готов вас ну вызвание там через skype да и сделать какой-то эфир с вами по какой-то теме чтобы я задавал вопросы вы отвечали ну такой чтобы взаимный диалог получился который будет интересен и нам с вами и нашим слушателям вот поэтому с радио они ждут раньше ждал их я теперь они ждут меня я вот сижу и просто созревая блин думай что писать вот начнешь написал там не то блин это не то и вот так каждый раз вот я спотыкаюсь минут на 20 чего-то меня хватает текста а дальше уже тяжело становится это же не описание какого-то лора игры да то есть это абсолютно что-то новое свежее этим надо заполнить весь эфир поэтому подумайте напишите в комментах чтобы могло вас привлечь да далее значит планы по каналу смотрите как вы знаете я сейчас активно занимаюсь игрой гилд ворс 2 да то есть я сначала писал геймплей по игре как только я понял что в общем то я картину некую дал по игре я ударился в лор ударился в гайды потом впоследствии будут видео по данжем по фракталам то есть там до хрена всего еще о чем я не рассказал вообще по игре там непочатый край просто работа непочатый край вот гайды обязательно будут по классам делать обязательно будут дополнять историю сценарий у меня же готов следующая история будет по нормам по истории мира также я слежу за разработкой игры легенды кунг-фу 2 вы это видите да что у меня уже там наверно порядка пяти видео и они безразличны не знаю что получится на выходе у них да но в принципе мне это интересно то есть какая-то песочница в которой ты можешь и выживать как первобытный но при этом ты получишь все стили да как легенда кунг-фу 1 сможет драться захватывать знания нападать на деревня то есть это ну это прикольно я не знаю что у них выйдет вот сейчас будет dark and light их игра с нейлов да я уверен что там какие-то вещи будут перекликаться потому что одна компания делает и сеттинг очень схожий и можно будет в dark and light сыграть и понять что нас может дождать в легенду кунг-фу вот далее что а вопрос вот следующего характера у меня мир же компьютерных игр не ограничивается только и мы да и мне в том числе интересно не только ему там я люблю вообще рпг да мне нравится ведьмак там я люблю ведьмака поиграть но фэнтези короче мне фэнтези нравится именно такие рпг как вы смотрите на то если я буду показывать какие-то игры допустим новые да но не относящиеся к моему жанру рассказываю есть сейчас в стиме вышла такая игра называется она потом по моему тэйлсов без без сербия или как так вот тэйлсов без сербия то есть там несколько игр серии тэйлс там было до нее и сейчас это вот вышла игра она в стиле такая ну типа как g рпг но не g рпг а вот ну оля final fantasy такого вот характера да она анимешная такая мультяшная игруха но говорят что история в ней неплохая я почитал отзывы вот если я например возьму куплю эту игру и буду в нее играть она на английском языке я смогу там в частности вам переводить вам это будет интересно или нет или вы как всегда ой давай 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 а потом как бы 10 просмотров и до свидания просто мне интересно я купите куплю и поиграем может быть вам интересно если вам интересно я могу делать не только по м ему но выводить в рубрике еще вот такие вот синглплеер и которые мне интересны так далее что у меня она впереди впереди ребята обязательно будут стримы с поэм и чем мы вообще с ним договаривались о том чтобы раз в месяц сделать какой-то стрим потому что когда ты стримишь постоянно то пропадает как бы ну кайф что льда от того что ты видишься со своим автором и он видится с тобой потому что для нас вообще не с вами тоже маленький праздник да когда у нас стрим наступать у нас хорошее настроение мы вас все ждем предвкушаем что сейчас придут мы будем играть будем общаться как-то и ну праздник бессмысленным если он ежедневный стремить просто каждый день то есть превращать праздник в попсу какую-то мне этого не хочется поэтому впереди обязательно будет стрим вот сейчас поэм и очень увлечен айоном он в него играет айон 1 9 если вы не видели новый сервак стартанул вы можете зайти на канал поэм и чу и в том числе в группе сувай в продакшн где я состою можете ознакомиться с этим может кто-то захочет в олскульный айон поиграть да как который был один из первых один из таких самых свежих самых сложных айонов да можете зайти к нему на канал у него посмотреть видосы он в том числе организовал гильдию в айоне можете поиграть с ним вступить он тоже абсолютно открыты для диалога человек вот а это были краткие новости я рад что наконец-то вышел к вам видео формате немножко измененный как внешне так и моя так скажем студия поменялась и что мы с вами наконец-то увиделись я был очень рад с вами пообщаться пожалуйста не молчите пишите свое мнение не надо бояться что ваш комментарий будет первые все будут боже на него смотреть не надо если ваша душа хочет что-то написать берите и пишите это я уверен что любая информация не может оставить в человеке какой-то провал какую-то пустоту наверняка вам всегда есть что-то сказать хоть по одному из тех пунктов которые я перечислил но у вас какое-то мнение какое-то переживание да возникло пожалуйста делитесь с ним делитесь с ним и ребят мы живем один раз жизнь короткая человеческая очень быстро и поэтому спасибо что вы были со мной все это время ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на знак вот там вот там где-то наверное колокольчика чтобы быть в курсе когда мои новые видео будут выходить вам будет приходить оповещение о том что вышло новое видео на канале нажимайте на знак колокольчика и спасибо большое что вы были со мной все это время пока пока Субтитры создавал DimaTorzok